В начале 16 века единственные в Минске часы располагались на башне городской ратуши. Это памятник архитектуры классицизма, находится в центре столицы. На башне с флюгером высотой 32 метра установлены часы и герб столицы. Ежечасно куранты ратуши отбивают время и дополнительно на протяжении 19 секунд играет песня о Минске композитора Игоря Лученко. Собирался здесь орган городского самоуправления, который назывался магистрат. И он возникал в городах так же, как и ратуши тогда, когда эти города получали магдебургское право. Наш Минск получил магдебургское право в 1499 году от великого князя Александра. И здесь в ратуши стали приниматься важнейшие решения для всего города. Сам магистрат был разделен на две большие палаты – Рада и Лава. Рада занималась административными вопросами, устанавливала цены на хлеб, занималась выборочной компанией. Лава – это был уголовный суд. И вот во главе этого суда, как после и всего магистрата, стоял человек Войт. Как раз скульптуру Войта все минчане могут наблюдать как раз возле главного входа в ратушу. Так само удельничал у городским жити города. Так вот, самые ранние книжки Минского магистрата относятся до другой половы. 17-100 годов – это актовая книга «Справы очистых» за 1663-80 год. И так само книга «Протоколы» за 1674-1680 год. И вот как раз таки у этой книги «Протоколы» вельми шмат звездок про житё, что дёна жити города, дня у день, можно сказать, фиксовались все сборы магистрата, які проходили у ратуши на той час, у вызначенные дни. И у кожны з гэтых днён фиксовались не толькі справы, які разглядались ў гэтый час, аднак і тэі асобы, які присутнічали. Самая первая ратуша была деревянной и находилась на территории Троицкой горы, где сейчас располагается Большой театр оперы и балета. В середине 16 века она была уничтожена крупным пожаром, который бушевал 8 часов и уничтожил все деревянные постройки Минска. Следующее воплощение символа города было уже каменным, с чертами стиля Ренессанса. В конце 18 века зданию передали черты классицизма. Так сложились обстоятельства, что позже ратуша снова была снесена и о её восстановлении заговорили уже только в наше время. На сегодняшний день восстановление ратуши – это уникальный опыт восстановления памятника, утраченного более 150 лет назад полностью и на сегодняшний день единственный в Белоруссии. Идея восстановления ратуши появилась в 1980 году. Проект был основан на научных исследованиях, чертежах, рисунках, документах, найденных в архивах некоторых европейских городов, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Результаты археологических раскопок 1978 и 1988 годов существенно дополнили сведения об уничтоженном памятнике архитектуры. По архитектурному проекту Сергея Багласова в 2000-х годах здание было восстановлено в исторически достоверном месте и введено в эксплуатацию. Современная ратуша – это место проведения значимых официальных событий городского и республиканского значений. Здесь расположен музей истории города Минска, а рядом с ратушей находится сквер, который в настоящий момент выглядит как много лет назад. И это любимое место отдыха минчан и гостей столицы.